Самый важный вопрос, который возникает при обсуждении космогонии, это вопрос не о том, что возникает. Вопрос о том, что возникает в результате творения, это вопрос второстепенный. Главный вопрос, это вопрос о том, что творение пытается отменить, и что в результате оказывается неотменяемым. Иными словами, главный вопрос, это вопрос о том, как нечто может пережить творение, а не как нечто может быть сотворено. И, кстати, это вопрос, касающийся не столько каких-то мифологических реконструкций, это вопрос, имеющий самое непосредственное отношение к философским категориям. Такая категория, как отрицание, известная прежде всего по сочинениям Гегеля, или такая категория, как производство, известная по трудам Маркса, все эти категории так или иначе соотносятся с творением. Все эти категории так или иначе выводят нас на эту тему творения и содержат в себе то, что связано с попыткой творения продлить или повторить творение, или его инсценировать. Тут уже в зависимости от подхода можно выбрать свою версию, инсценируем ли мы творение, когда пытаемся о нем размышлять, или же мы его продолжаем. Так вот, инсценируя творение, мы его продолжаем, и продолжаем мы его инсценируя. В том числе это происходит благодаря философскому театру, театру, где действующими лицами выступают категории. И производство Маркса и отрицание Гегеля – это такие герои философского театра, герои совсем не второстепенные, герои изо всех сил лезущие на передний план, и появляющиеся то тут, то там в самых разных текстах, очень часто не имеющих отношения к философии. И вот эти герои, они воплощают что-то такое от того, что, как предполагается, было в акте творения. В каком-то смысле эти герои могут опознаваться как симуляторы творения в том смысле, в каком речь идет о симуляции, когда мы апеллируем к некой виртуальной реальности и пытаемся надеть на себя ее шлем. Происходит благодаря этим категориям тоже симулирование творения. Причем здесь симулирование нельзя понимать как-то уничижительно, нельзя придавать ему какой-то негативный оттенок. Симуляция здесь означает как раз-таки утверждение того, что симулируется. И акцент на утверждении здесь перечеркивает любой негатив, который может быть связан с понятием симулякра. Здесь симуляция и есть превращение некоего ничто в некую чтойность. И вот с этим превращением ничто в чтойность имеет дело и творение, но с тем же превращением ничто в чтойность имеет дело и отрицание. Чем больше нечто подвергается отрицанию, тем больше оно накапливается, тем больше оно аккумулируется, тем больше оно оставляется про запас, в некой кладовой. То же самое с производством. Для того, чтобы производство осуществлялось, необходимо нечто преодолевать, необходимо нечто трансформировать. И в результате получается продукт, трансформируемая, которая тоже связана с некими радикальными превращениями. Что-то одно становится чем-то другим, и это преобразование настолько радикально, что можно считать, что вот этого чего-то изначального не было, что оно отрицается, что оно приравнивается к нулю. То есть некая изначальная чтойность, с которой имеет дело производство, а по сути дела в ходе производства приравнивается к нулю. И это тоже очень важный мотив, может быть еще более важный мотив, чем тот, который ухватывает гегелевское отрицание, мотив приравнивания чтойности к нулю для того, чтобы из нее получилась другая чтойность. Для того, чтобы эта чтойность стала чтойностью штрих. Иными словами, симуляция творения через философские категории, через выведение их на ван сцену в качестве главных героев, симуляция творения — это всегда попытка, вполне, кстати говоря, успешная, попытка какую-то составляющую творения, какой-то его мотив выделить. Этот мотив выделяется, он становится лейтмотивом, он становится главным, он становится тем, ради чего творение, как предполагается, и затевалось. Итак, отрицание, преодоление чего-то, но такое, чтобы отрицаемое складировалось, оставлялось про запас, и потом когда-то было востребовано. Производство. Производство, наоборот, распоряжается запасами, оно их сортирует, оно осуществляет их отбор. И то, что выбирается, приравнивается к нулю, приравнивается к ничто, с тем, чтобы из вот этой чтойности было сделано что-то другое. В конечном счете получается товар. В конечном счете все пути производства ведут к тому, чтобы появился товар. Но, возможно, товарная форма вещи имеет отношение не только к политической экономии, но она имеет отношение к самому творению. Может быть, творение и есть некий путь к тому, чтобы приобрести вот эту товарную форму вещи, путь к товару. Для кого-то это путь долгий, для кого-то короткий. Тут уже как посмотреть. Кому-то кажется, что рассуждения о творении – это всего лишь некие неправильные, не до конца проясненные, не до конца отрефлектированные рассуждения о производстве. И все вот эти космогонии, посвященные проблеме творения, а также примыкающие к ним философии – это всего лишь подступы к рассуждениям о производстве. Мол, те, кто обо всем этом думал до наступления капитализма и до его жрецов, те просто не находил нужных слов, не находил нужных подходов для того, чтобы описать производственный процесс. Поэтому увлекался какими-то такими отвлеченными сюжетами. Да и вообще сама космогония – это главный отвлеченный сюжет. Его можно устранить за ненадобностью, чтобы непосредственно адресоваться производству. То есть для кого-то космогония – это некий долгий путь порассуждать о том, о чем рассуждают теоретики производства, прежде всего экономисты. Ну а для кого-то наоборот, для кого-то совершенно по-другому разворачиваются перспективы. Это производство в том виде, в каком понимает его Маркс, в том виде, в каком понимают его последователи и оппоненты. А тут есть большие разночтения, и, так сказать, раскрывается тоже немалое пространство, по-своему напоминающее Вселенную пространство подходов. И вот для кого-то вот все это пространство подходов, вся эта Вселенная – это всего лишь попытка помыслить творение. Это всего лишь продолжение сюжетов о творении, это переложение этих сюжетов. Марксизм, как теория сфокусированная на производстве, выступает неким вариантом, некой версией мифа о творении. И в этом смысле рассуждение о производстве – такой же миф, только в какой-то актуальной интерпретации. Это актуальная интерпретация, посвященная все тем же старым темам, темам, связанным с тем, как что-то произошло, как что-то возникло. То же самое с отрицанием. Отрицание выступает способом что-то такое удалить, что-то такое изъять, что-то такое вынуть. Это может производиться с отдельной чтойностью, но это может касаться и каких-то ее частей. При этом возникает тоже сложная игра. Удаляя некую часть из чтойности, мы можем только утверждать эту чтойность в своих правах, в своих прерогативах. И наоборот, удаляя всю эту чтойность, мы можем добиться того, что некая ее часть начинает верховодить, начинает брать на себя ту функцию, если не сказать миссию, которая брала на себя сама эта чтойность. То есть уничтожаем чтойность во имя некой части, чтобы эта часть играла роль чтойности. Или наоборот, убираем из некой чтойности ее часть, и эта чтойность обретает новые возможности. Она совершенно по-другому себя проявляет. Она становится связанной с другой системой явлений и держит на себе эту систему явлений. Так вот, что касается отрицания, то речь идет о другом аспекте творения. Опять же, можно долго спорить насчет того, выступает ли отрицание как категория переложением темы творения, или же именно в рамках категории отрицания творение получает не только наиболее полное и наиболее всеобъемлющее выражение, но оно, наконец, оказывается состоявшимся. Без категории отрицания, без категоризации в рамках этой категории творение не могло состояться. И вдруг появляется эта категория, это, конечно, было бы очень лезкно Гегелю, к такому пониманию, я думаю, он сам и склонялся, появляется категория отрицания, и творение получает, ну, если не завершение, то, во всяком случае, переживает некий кульминационный момент, некий апофеоз творения вот в этом отрицании. При этом важно то, что отрицаемое никуда не девается, отрицаемое очень последовательно, очень систематично складируется, отрицаемое создает некий запас, отрицаемое отправляется в какой-то резерв, отправляется на какой-то склад и само образует этот резерв, само образует этот склад. И здесь другой аспект, другой мотив творения выделяется. Мотив, связанный с тем, с чего мы начали. Самое важное в интерпретации процессов творения, это понять, что процесс творения переживает. Если опознавать творение отрицания, благодаря Гегелю мы это делаем достаточно легко, другое дело, что сам процесс творения уже становится в каком-то смысле слишком гегельянским, слишком много гегелевского авторства в этом процессе проступает, проступает, слишком далеко простирает гегель свои длани, слишком далеко гегель простирает свою длань, пытаясь ухватить процесс творения через отрицание. Но, тем не менее, действительно категория отрицания помогает подступиться к этому вопросу, к этой теме, как нечто переживает творение, как нечто выживает после творения. Вообще, выжить после творения – это, может быть, самая главная тема. Эта тема имеет отношение и к производству, и к отрицанию, но производство и отрицание должны рассматриваться сообща. И, может быть, даже совместных усилий этих двух категорий будет недостаточно для того, чтобы ответить на этот вопрос, как пережить творение. И здесь мы вновь возвращаемся к теме первого человека, вновь радушно встречаем эту фигуру, потому что первый человек – это тот, кто удерживает в себе и то, что связано с отрицанием в творении, и то, что связано с производством в творении. Соответственно, объекты, с которыми соотносятся эти категории, или даже мета-объекты, они так или иначе увязываются друг с другом первым человеком. А точнее сказать, первый человек – это и есть та инстанция, в которой вот эти объекты, или даже мета-объекты, они прекрасно уживаются. И не просто уживаются, а можно говорить даже об их альянсе. Об их альянсе, сопротивляющемся еще и некоему разделению, некоему расчленению. Может быть, расчленение первого человека – это прежде всего отчленение, отделение того, с чем имеет дело производство, от того, с чем имеет дело отрицание. Постоянно мифы о первом человеке выводят нас на вот эту вот довольно горькую историю, на эту историю с печальным концом. Рано или поздно первый человек, он гибнет. Правда, его гибелью становится жизнь всего, что мы считаем живым, и даже более того. Может быть, от гибели первого человека выигрывают те, чья жизнь для нас под вопросом. От гибели первого человека выигрывают боги. И вообще здесь следует обратить внимание вот еще на что. Очень часто речь идет о том, что мертвые боги оставляют какие-то пожитки, и люди торопятся эти пожитки прибрать к рукам. Может быть, даже участвуя в омерщлении богов, участвуя в том, чтобы они сошли с авансцены, это все является предварением спора о наследстве. Очень бытового. Совершенно совпадающего с теми спорами о наследстве, которые ведутся то там, то сям среди людей. Но есть обратная сторона этого дела. Обратная сторона, связанная с тем, что сами боги, или, говоря по-другому, некие силы, или некие возможности, они тоже претендуют на нечто человеческое. Что-то есть такое у людей, в чем боги заинтересованы. Что-то есть такое у людей, без чего эти силы бессильны, эти возможности ни на что не годны. И вот это что-то, оно тоже предмет охоты. И оно тоже предмет дележа. И, может быть, этот дележ и эта охота, они начинаются раньше, чем люди в порядке ответа или даже в порядке мести начинают охотиться за пожитками богов. Или начинают охотиться за теми возможностями, или теми силами, которые им не подвластны. Соединиться с чем-то, что тебе не подвластно, и получить от этого тождества какую-то неожиданность в чем-то, связанную со счастливым случаем, а в чем-то, связанную со случаем роковым, несчастным. Соединиться с тем, что так или иначе выходит за рамки твоих возможностей, тем, что превышает твои силы, это значит выведать собственные силы. Если ты можешь с этим соединиться, значит, ты можешь свои силы приумножить. Точно так же и с возможностями. Если ты можешь получить доступ к возможностям, которые тебе недоступны, значит, ты открываешь себе право на этот доступ. То есть, здесь сама попытка уже означает достижение. Сама попытка приобщиться к этим силам, сама попытка приобщиться к этим возможностям, это уже некое достижение. Значит, нечто несоразмерное становится соразмерным, нечто асимметричное становится симметричным. Во всяком случае, обнаруживается выход к симметрии. Выход к соразмерности. Какой-то пункт, какая-то точка, изнутри которых вот эта соразмерность, эта симметрия, они оказываются возможны. Правда, не слишком утешительным является то, что сразу с этой точкой, с этим пунктом отождествляются те инстанции, которые ведают внесением симметрии. И это инстанции не самые приятные, инстанции не с самой хорошей репутацией. Ну, что уж тут поделать. Я имею в виду в том числе товары, потому что товар выступает как раз той инстанции, которая утверждает, симметрию отношений. Товар провоцирует асимметрию, но в каком-то аспекте это провоцирование асимметрии выступает следствием или выступает выражением того, что в чем-то достигнута симметрия, которой не было. и эту симметрию воплощают договорные отношения на рынке. И торговец, и покупатель они друг друга обманывают. Но, тем не менее, поскольку сделка состоялась, вот эта сделка символизирует собой симметрию. Она закрепляет некие критерии симметрии. Она закрепляет некие критерии соразмерности. И вот эти, это вот несоразмерность, асимметрия между людьми, она такая же, как несоразмерность и асимметрия между людьми и чем-то нечеловеческим. Как бы это нечеловеческое не обозначалось, как бы оно не называлось. Пусть оно называется одним махом божественным, например. Очень часто апелляция к божественному это просто попытка одним махом назвать нечто нечеловеческое и отделаться от этого нечеловеческого. тоже, взяв его под свой контроль, тоже подобрав к этому нечеловеческому одно определение. И здесь опять-таки утверждение асимметрии, потому что противопоставление человеческого и божественного всегда предполагает или очень часто предполагает, как правило, предполагает, по крайней мере, некую фору божественному. Но эта фора дается самими людьми. Эта фора дается самими людьми, которые находят укорот, находят управу на нечеловеческое, давая ему определение. Пусть даже определение, связанное с тем, что приобретает субъектность, то, что превышает человеческие возможности, то, что превышает человеческие силы. Все превышающее эти возможности, все превышающее Эти силы наделяются одним махом субъектности под именем божественного, под именем богов. Но именно человек выступает источником этого обозначения. Именно он проводит вот такую символическую работу, работу символизации. И он делит, он решает, где пролегает граница, он проводит какую-то отметку. И, соответственно, сами возможности, до которых он не дотягивает, или сами силы, с которыми он не может совладать, он уже отмеряет. Они уже оказываются отмеренными. А значит, сама эта символизация предполагает получение мерки. То есть тот, кто отмеряет несоразмерное с ним, он делает это несоразмерное соразмерно. Более того, в его руках оказывается соотношение соразмерного и несоразмерного. Теперь любая несоразмерность может быть благодаря этой мерке так или иначе соотнесена с соразмерностью. Это достаточно хитрая игра. И, конечно, в этой игре участвует и наука, и философия. Может быть, самое интересное и самое важное, чем занимаются наука и философия, это как раз обоснование различных проявлений вот этой мерки. Мерки, по которой определяется несоразмерное, а следовательно, это несоразмерное попадает под человеческую юрисдикцию. Раз оно определяется, раз оно измеряется, значит, оно уже находится в человеческой юрисдикции, значит, само человеческое выступает тем, что охватывает нечеловеческое, притязает на то, чтобы держать его под контролем, не выпускать его из-под своего влияния. Поэтому даже само определение богов, а тем более их субъективация, персонализация, подбором неких биографий, это всегда ответный ход человека. Если боги превращают людей в кукол, показывая им возможность стать героями, показывая им перспективу героики, то сам статус божественного для человека – это способ совладать с той несоразмерностью, с той неизмеримостью, с той неопределенностью, с которой человек постоянно сталкивается. И сталкивается не вовне себя, а прежде всего внутри. Помимо всего прочего, отсылка к богам – это отсылка к тому, чтобы поставить под свой контроль некую неопределенность, которая внутри человека, некую неопределенность самого человеческого. То неопределенное в человеке, то в человеке, что находится под вопросом, то проблематическое в человеке, о котором мы уже подробно говорили, оно восходит к некой безосновности, нет какой-то основы, кроме той, которая подбирается уже по мере разрастания человеческого, нет какой-то предпосылки, какого-то первоистока, все это приобретается по ходу развития человеческого. И сам человек должен в какой-то момент научиться с этим справляться, он должен научиться справляться с той бездной, которая не один раз, не одним способом, а многократно и разными способами разверзается внутри. И первичный океан, да и вообще любая вода в ее философском прочтении – это то, что соотносится не с внешними обстоятельствами человеческой жизни, а с тем, что человек обнаруживает, глядя внутрь себя, он обнаруживает, глядя внутрь себя, воду. Ну, воду не в физическом своем выражении, хотя и с этой точки зрения он состоит из воды, так сказать, почти полностью на 80%, но, вглядывая в себя, он обнаруживает воду в таком философском прочтении, в философском прочтении как выражение вот этой реальности, постоянно себя переполняющей, и в этом-то обнаруживающей свою ограниченность, в этом-то обнаруживающей свой изъян. И здесь очень важно, что определение первого человека, в частности, само слово «пуруша», один из самых известных примеров первого человека – это индийский «пуруша». Вот определение первого человека, связанное с переводом слова, которым обозначается эта фигура, определение человека, выражающаяся в переводе имени первого человека, оно как раз соотносится с полнотой. Первый человек полон, он переполнен, он существует в некой наполняющей себя полноте. Его действие есть полнота, которая себя наполняет. И это тоже делает первого человека водяным. Не потому, что он состоит из воды на какое-то количество процентов, а потому что характеристики воды, те характеристики, которые способны опознать философию, эти характеристики, они оказываются его характеристиками. Вода себя переполняет, это реальность, которая существует в модусе переполнения, это модус, переполняющий себя реальности. Вот что такое вода с точки зрения философии, если отвлекаться от ее субстратных характеристик. Реальность, переполняющая себя, и в этом обнаруживающая что-то такое, что ее ограничивает, что-то такое, что ее сковывает, что-то такое, что выступают для нее проблемой. Но и у первого человека такое определение, у него такое же имя, он переполняет себя, это тот, кто себя переполняет. Первый человек выступает тем и таким субъектом, определением которого служит вот это переполнение. Он переполнен. Переполнен в любых смыслах этого слова. Переполнен любыми содержаниями, или во всяком случае потенциально любыми. Он может быть переполнен чем угодно. Само определение его, вот эта переполненность, и, следовательно, эта переполненность связана с тем, что все, что может быть обнаружено нечеловеческого, находится в человеке. Отсюда возникает необходимость так или иначе совладать с этим нечеловеческим. Или, говоря по-другому, совладать с тем человеческим, что оказывается нечеловеческим. Или с тем нечеловеческим, что тоже принадлежит человеку. И именно ему, потому что больше некому принадлежать. Первый человек — это и есть инстанция, объединяющая все и вся. Она объединяет то, с чем имеет дело отрицание, и то, с чем имеет дело производство. Об этом мы уже сказали. Но первый человек объединяет также человеческое и нечеловеческое, что бы под тем и другим не понималось, с чем бы не сталкивались вот эти определения. Определением, чего бы не становилось нечеловеческое и человеческое. потому что определения здесь могут быть приспособлены к очень многим явлениям. Самым противоречивым, самым разнородным. Что-то, что в одном случае будет названо нечеловеческим, в другом случае будет названо человеческим. И наоборот. Тут есть постоянное пересечение. и вот первый человек это область постоянного пересечения очень интенсивного, человеческого и нечеловеческого. Самые простые примеры могут свидетельствовать, например, о том, что в одних обществах каннибализм это страшнейшее преступление, поедание себе подобных. Правда, в этих обществах поедание себе подобных оно осуществляется другим способом, не буквально. опосредованно, медленной с оттяжкой и, возможно, некий блок, ставящийся на каннибализм, означает разрешение каких-то, пользуясь гегелевским термином, превращенных форм каннибализма. В других обществах каннибализм вполне поощряем как способ наивысшей сопричастности людей друг к другу, как способ демонстрации их особого единства, съесть кого-то значит стать его восприемником в этой логике. и каннибализм в этих обществах выступает не просто допустимой для человека формой поведения, а это та форма поведения, которая может составлять самую суть человеческого, может выступать определением человеческого, тогда как в других обществах, где каннибализм становится превращенной формой, запрет на каннибализм в буквальном его выражении связан с тем, что этот каннибализм в буквальном выражении отождествляется с нечеловеческим, то есть в одном случае каннибализм это определение человеческого, связанное с тем, что через эти практики действительно довольно странные с какой-то точки зрения, люди получают сопричастность и вот эта сопричастность собственно делает их ими собой, делает их людьми, это все способствует тому, что каннибализм действительно оказывается в этих обществах определением человека, хочешь быть человеком, поедая себе подобных в рамках определенных процедур, в рамках определенных церемоний, но эти церемонии, кстати, нельзя понимать просто как некую пустую формальность, выведывается, так сказать, с кем и как, на каких условиях можно выстроить эту сопричастность, это тоже процедура, связанная с весьма тонкой настройкой, что называется, там не должно быть никаких промахов в осуществлении этой процедуры, и вот это для этих обществ с разрешенным каннибализмом способ возгонки человеческого, способ на нем концентрироваться, способ его выражать вновь и вновь, тогда как в других обществах, для которых каннибализм это табу, и может быть самое главное, самое определяющее табу, каннибалистические практики это все страх и ужас, это нечто недопустимое, хотя, как известно, именно запретный плод сладок, самым сладким для человека плодом является не плод древа познания, и ему подобный, и может быть чем больше действует запрет на буквальный каннибализм, тем больше этот буквальный каннибализм превращается в тот самый запретный плод, которому подогревается интерес, который постоянно манит и соблазняет, не говоря уж о том, что этот буквальный запрет ведет к разнообразным превращенным формам каннибализма, когда люди пользуются если рассуждать в терминах Маркса, пользуются на уровне присвоения прибавочной стоимости не только трудом других людей, не только продуктами, которые были порождены благодаря этому труду, но и самой жизнью. Жизнь переводится на продукты, и она оказывается замкнута в этот зазор, зазор между тратами на собственное воспроизводство и теми характеристиками продукта, которые получаются в результате труда. Жизнь оказывается в этих тисках. Одной стороной она развернута к осуществлению вот этого избытка, и этот избыток тут же присваивается, как только он создается, а с другой стороны она вынуждена довольствоваться только тем, что может попадать под критерии воспроизводства, только определенным набором параметров, определенной пайкой, соответствующей некой номенклатуре потребностей. По сути, это такое внутреннее распятие человека, распятие не на кресте, которое внешнее, а внутреннее. Всегда есть что-то в нем, что связано с избытком, но этот избыток сам по себе тоже недостаточен, потому что он приводит человека к статусу существа потребностей, а существо потребностей это существо живущее в соответствии с некой пайкой, в соответствии с некой номенклатурой предложения, нормирующего его жизнь, в соответствии с неким нормативом. Так что спор о границах человеческого и нечеловеческого он ведется очень остро, пытаясь назвать нечто бесчеловечным в рамках определенных прецедентов. Это бесчеловечное очень часто разрешается, но в неком отсроченном виде или в некоем иносказательном виде. Потому что потреблять некий избыток жизнедеятельности это значит потреблять саму жизнь, саму жизнь другого. Потреблять тот избыток, который связан с этой жизнедеятельностью, значит потреблять саму жизнедеятельность и следовательно потреблять саму жизнь. Тем самым отнимается сама способность соотноситься с этим избытком, способность соотноситься с чем-то, что выходит за пределы норматива потребления, но одновременно и сам норматив потребления держится на вот этом избытке. Этот избыток создается как будто бы только для того, чтобы быть отсеченным, чтобы быть отнятым и чтобы преобразоваться, чтобы трансформироваться в некий никуда не девающийся норматив. Любой норматив потребления это предписание, помимо всего прочего, предписание того, каким должен быть человек. За какие параметры он не должен выходить. Это некий устанавливаемый для человека протокол, это некая программа, тоже инсталлируемая в человека. Вот этот вот норматив, соотносимый с его потребностями. Вообще разговоры о человеке на языке потребностей это подчинение человеку вот этому нормативу, который начинает играть роль его сущности. И избыток здесь и противоречит всему этому, избыток заключенной в его жизнедеятельности, и одновременно все это поддерживает, потому что он пускается на то, чтобы это поддерживать. Этот избыток может опознаваться как свобода воли, может опознаваться как экзистенция, может опознаваться еще как-то. Но так или иначе, сам этот избыток, будучи включенным в процесс инсталлирования в человека неких нормативов, неких нормативных программ, сам этот избыток, назови его хоть как, посчитай его хоть экзистенцией, хоть свободой воли, этот избыток все равно выступает всего лишь элементом такого инсталлирования, всего лишь частью этого процесса, всего лишь ингредиентом, которые в этом процессе участвуют. Что касается первого человека, то он интересен прежде всего вот этим единством человеческого и нечеловеческого. Это единство его не отягощает, потому что отягощение выступает самим определением, переполненность выступает самим определением человека в качестве первого человека. И возможно то, что вот эта переполненность, эта отягощенность становится проблемами, это уже некая попытка с первым человеком порвать. Это уже некая попытка первого человека уничтожить. Если то, что выступает его определением, опознается как препятствие, как нечто требующее преодоления, как некая трудность, которую надо разрешить, это значит, что вместе с этой трудностью или с этим препятствием будет устраняться сам первый человек, который все это воплощает. Когда, что бы то ни было, служит определением, это возможность служить определением, связано с определенной системой действия, связано с тем, что определение выражает это действие. И если некое определение ставится под сомнение, это значит, что осуществляется определенный натиск на то действие, с которым это определение связано. Значит, это действие наталкивается на сопротивление, значит, этому действию кто-то сопротивляется, значит, оно рождает противодействие. И то, что переполненность, вообще возможность переполняться становится некой проблемой, становится дефектом, становится изъяном. Вполне возможно, это выражение противодействия, с которым сталкивается вот это действие, посвященное переполненности, посвященное наполнению. Отдельный вопрос, может ли тот субъект действия, который включает в себя бесконечную возможность действия, сталкиваться с каким-то противодействием? Есть ли какое-то противодействие, на которое он способен натолкнуться? Или если он выражает любую возможность действия, если он и есть выражение самой возможности действия, то как он может столкнуться с противодействием? Это отдельная тема для размышлений, отдельный парадоксальный сюжет, связанный с первым человеком. Может ли вообще быть какое-то противодействие, если любое действие включает в себя некие альтернативы? Значит, противодействие должно быть направлено и против этих альтернатив. Или же это сами эти альтернативы, которые выходят из подчинения определенного действия их удерживающего. Удерживающего подле себя, удерживающего вместе с собой. Если это действие перестает удерживать свои альтернативы, если они отстают от него, отделяются от него, от этого действия. Если, пользуясь жаргонным словом, они становятся отвязными, они отвязываются, эти альтернативные действия, они вполне возможно превращаются в противодействие. Но первый человек — это сама возможность действия во всей его комплексности, со всеми суммами вариантов, со всеми пучками вариантов. Какое здесь может быть противодействие? Любое противодействие здесь имманентно. Поэтому можно говорить о двух логиках, которые здесь сталкиваются. Действие, обнаруживающее изъян в самом себе, и действие, встречающееся с противодействием. Но если действие включает в себя все возможности действия, то внешнего противодействия быть не может, вообще нет ничего внешнего. Но если нет ничего внешнего, то как может стать проблемой некое противодействие, если любые возможности действия уже заложены, если они сами входят в определение? Они не могут быть против, они не могут создавать ту самую загвоздку, ту самую трудность. Они не могут стать тем самым порогом, о котором действие спотыкается. И вот этот парадокс, он тоже выступает неким подступом к определению первого человека. Для первого человека, который тождественен самой возможности действия, препятствием выступает не некое внешнее воздействие, и даже не некое противодействие. Для него препятствием выступает то, что у него нет препятствий. Отсутствие препятствий — это тоже препятствие. Другое дело, что действительно порождаются определенные инстанции. Они порождаются вместе с первым человеком, уже в рамках его существования, но как бы параллельно ему. Само их порождение тоже парадоксально. Если в первой человеке все, как может быть нечто дополняющее это все. Если первый человек — это универсум, в таком свернутом виде, в некоем упакованном виде, в скрученном виде, как может быть нечто дополняющее это все. Как что-то можно вообще выделить по отношению к этому всему, что служило бы его дополнением или приложением к нему. Можно, конечно, сводить это к тому, что, будучи чем-то свернутым, это все не до конца разворачивается или сталкивается с какими-то обстоятельствами при этом разворачивании. Что-то не может развернуться, что-то залипает, что-то по мере разворачивания снова скручивается, снова сворачивается, и преодолеть этого нельзя. Действительно, чем больше нечто разворачивается, тем больше шансов на ответное скручивание, тем больше это разворачивание само может быть опознано как некое скручивание. Отсюда предположение о вкрадывающейся ментальной ошибке, о ментальном заблуждении или в более последовательном варианте о ошибке логической. Нечто было недопонято, нечто было понято не так, и из этого неправильного понимания возникла тоже какая-то субъектность или даже несколько субъектностей, которые стали противодействовать первому человеку. В любом случае мы сталкиваемся с тем, что первый человек в чем-то обнаруживает для себя препятствие, и это препятствие оказывается фатальным. Любое препятствие в случае с первым человеком – это уже нечто фатальное, это уже некая гибель, это уже то, что ведет к его обрушению, к тому, что он действительно гибнет под собственной тяжестью, прежде всего под тяжестью метафизической, а не физической. При этом, конечно, мифы указывают нам на то, что первый человек, воплощающий, казалось бы, не то, что сам мир, а саму возможность мира, или даже возможность разных миров, он при этом соотносится с чем-то уже, что существует вместе с ним, или даже, возможно, существовало до него. И здесь тоже некий парадокс, парадокс вполне конгруентный парадоксам творения. В творении уже участвуют какие-то ингредиенты, какие-то составляющие, и это прежде всего всю та же вода, вода в том числе и как субстрат, не только вода как особый род реальности, как особая модальность реального, или особая организация принципа реального. Но вода в самом, что не есть, субстратном воплощении, она участвует как ингредиент творения, то есть она уже сотворена, она уже к моменту творения пребывает, она уже к моменту творения присутствует. Первый человек, как мы уже выясняли, это постоянный спутник воды. Другое имя первого человека, эмир, это уже герой не индийского эпоса, а скандинавского, вот эмир, это как раз слово, которое переводится как двойник, как близнец. Если у первого человека есть какой-то близнец, то это прежде всего вода. Это не другой первого человека, а это некий другой, который вода. Вода в смысле вот этого модуса реального, в смысле вот этого способа организации реального. Реальное как нечто, что себя переполняет. Способность себя переполнять выступающие определения, а не должна наталкиваться ни на какие преграды. Этому противоречит уже то, что переполнение выступает определением. Если нечто выступает определением, значит, само это определение выражает саму возможность того, что определяет. любое определение – это выражение некой возможности. Если что-то себя переполняет, то, значит, что-то может себя переполнять. Значит, сама эта возможность предполагается, причем предполагается раньше других возможностей. Речь идет именно о первой человеке. И тем не менее, есть какие-то параллельные инстанции, которые, возникнув, возможно, позже первого человека, претендуют на более раннее происхождение. Вообще, конфликт в своем масштабном выражении, если не сказать в выражении предельном, он всегда оборачивается спором о происхождении, кто древнее. И вот это вот купленное первородство, полученное за чечевичную похлебку первородство Иакова по отношению к Исаву – это только один из примеров, только один из сценариев вот этого спора о первородстве. Нечто, возникающее потом, претендует быть возникшим раньше. То, что приходит позже, всегда или, во всяком случае, часто стремится к тому, чтобы заявить о себе как об имеющем более раннее происхождение. И критерием здесь выступает не какая-то временная шкала, а критерием здесь выступает то, что существует подле тебя, вместе с тобой. Если это существующее уже существует, значит, нужно быть более древним по отношению к нему. И вообще говоря, то, что мы называем временными шкалами, то, что мы называем хронологиями, то, что мы называем последовательностями, в том числе, теми последовательностями, с которыми как с данностями обращаются историки, не замечая, что это априори, а вовсе не данности, вовсе не факты. Так вот, все эти последовательности, они и результат, и продолжение спора о первородстве. Что-то или кто-то, что-то в роли кого-то, хочет утвердить свое первенство, хочет быть раньше, хочет раньше появиться, хочет, чтобы с него начиналось, хочет, чтобы его главенство утверждалось через первенство, а первенство утверждалось через главенство. Любая хронология это воплощение такой борьбы и способ ее продолжить, способ связанный с некими ставками, без которых эта борьба невозможна никогда. Делаются ставки, борьба продолжается и определенной частью этой борьбы выступают хронологии, выступают последовательности. Это, помимо всего прочего, возможность представить эту борьбу как нечто, во-первых, состоявшееся, во-вторых, отменившее себя. Борьба, которая ведется, она меньше всего хочет, чтобы они знали как о борьбе, она меньше всего хочет себя предъявить в собственном качестве, и она будет предъявлять себя как угодно и чем угодно, только не борьбой. И любое утверждение в качестве чего-то первичного, в качестве чего-то начального, это утверждение от века и на века. Это утверждение, притязающее на всеобъемлющую статичность. Утверждение, связанное с отождествлением себя, со статическим. Если первенство состоялось, если первенства добились, то добились таким образом, чтобы сохранить это навечно. Но чтобы сохранить это навечно, нужно представить это первенство как существующее от века, как возникшее от века, как то, что вообще организует отсчет времен. Потому что начало, исток, это есть всегда и модель сборки времени, есть всегда модель временной организации, темпоральной организации. Поэтому, когда вместе с одной точкой отсчета обнаруживается какая-то другая, речь идет, конечно, о смене самой формы временной организации, самого ее способа. Сам модус темпорального меняется, сама возможность быть временем меняется. Вот что меняется при обнаружении такого альтернативного истока или альтернативного начала. Другое дело, что первый человек несет в себе некие возможности первоначала, возможности первого истока, потому что до него ничего нет, до него ничто не может быть источником. И это тоже составляет его определение. Но, тем не менее, это определение связано с возможностью иметь двойника, с возможностью быть двойником для кого-то. Если ты имеешь двойника, то и ты для кого-то двойник. И вот это двойничество, помноженное на переполнение, на полноту, тоже играет с первым человеком злую шутку. Переполняющая себя полнота, когда она еще удваивается, она начинает спорить с самой собой, она начинает с собой противоречить. И те параллельные инстанции, параллельные существования, которые опознаются подле первого человека, а значит внутри первого человека, все, что подле него, то и внутри. То, что нет ничего вне его, и то, что опознаются подле него, так или иначе должно обнаруживать себя внутри него. Так вот, вот это вот обнаружение чего-то подле первого человека невозможное, по определению первого человека невозможное. Тем не менее, допускается этим определением, коль скоро в него входит и то, что первый человек это двойник, двойник самого себя. Мало того, что это полнота себя переполняющая, это полнота, которая переполняется в некоем удвоенном масштабе, в некоем удвоенном размере. Это полнота, которая двоится и раздваивается. И каковы ставки этого удвоения, каков его масштаб, какова его мерка, всегда это удвоение само создает себе мерку, само создает себе масштаб. И вот эти масштабы, эти мерки могут не совпадать друг с другом. Из самой способности устанавливать себе масштаб, установить себе мерку, возникает вот это несоответствие этих мерок и этих масштабов. Сегодня мерка одна, завтра она другая, послезавтра она третья. Если у тебя есть один двойник, значит двойников может быть какое угодно количество. И что угодно, и кто угодно может представать твоим двойником. Это значит, что что-то в тебе может оказываться для тебя неузнанным, неузнаваемым. И на правах этого неузнанного, на правах этого неузнаваемого обретать субъектность. Первый человек – это существо асимметрии. Вот в самом буквальном выражении, в самом буквальном понимании. Асимметрия, которая приобрела существо, асимметрия, которая стала существом. Но то, что эта асимметрия выражается и через принцип двойника, и через имя, означающего близнечность, близнецовость, все это довольно малоутешительно. Потому что это асимметрия, которая утверждает себя только рано или поздно обратившись к симметрии. До этого эта асимметрия может как угодно себя проявлять, но как именно она себя проявляет, она проявить не может. Для того, чтобы проявить, как именно она себя проявляет, для того, чтобы подобрать себе отражение для самой себя. А это требует имя первого человека, то, что он близнец, то, что он эмир. Вот это само имя требует, чтобы асимметрия во всех ее возможностях, во всех ее проявлениях, во всем том, что она может породить, во всем том, с чем она может быть связана, асимметрия, она так или иначе должна себя опознать. Она должна опознать себя в чем-то, что ей симметрично. И вот это вот опознание себя становится как раз тем самым препятствием, той самой трудностью, вживляемой уже в тело первого человека. Он даже не может опознать без симметрии, насколько асимметричным он является. Он даже не может опознать всех своих проявлений, ни одно из которых не сводится к другому. И, следовательно, он вообще не может ничего опознать. Он воплощает нечто несопоставимое, воплощает нечто несоразмерное. Но чем больше это несоразмерное воплощается, чем больше с первого человека выступает телом и субъектом несоразмерного, тем больше само это несоразмерное требует удостовериться в самом себе, требует себя познать, Требует ответить на вопрос, кто или одновременно что оно есть и что значит быть в его случае. Ответ на вопрос, что значит быть в его случае, что значит вот это присутствие, это уже ответ, пресекающий асимметрию, ограничивающий ее расползание, ограничивающий ее переполнение, потому что если что-то и переполняется, то переполняется именно асимметрия. Но чтобы удостоверить себя в своем качестве, что она именно асимметрия, нужна асимметрия, и следовательно нужно вот это ограничение. Это ограничение создает ту самую трудность, создает то самое препятствие. Первый человек не может, не ограничив свою асимметрию, ответить на вопрос, кто он, и не может очертить границы своего присутствия. Но если он не может очертить границы своего присутствия, он оказывается вот этим никто. Роль субъекта никто, это тоже вполне почетная роль. И может быть более почетная, чем многие другие роли, которые крикливо настаивают на своей ктойности, на то, что они, эти роли, очень цепко и последовательно выражают некоего кто, или некое я. Вот в случае с первым человеком возникает как раз проблема в обладании я. Может ли быть у него какое-то я? Может ли он быть, выступая субъектом, носителем какой-то самости? Это субъект без самости, субъект без я. Это тоже не самое трагическое. В конце концов, субъект без я, может быть, выступает структурным элементом любого субъекта, который потом каким-то образом я к себе присовокупляет. И, скажем, интерес к бессознательному, как бы он не задавался этот интерес не только по Фрейду, но и в духе социологии, когда речь идет о не индивидуальном, а коллективном бессознательном и так далее. Интерес к бессознательному – это все равно интерес к вот этому я, который не может себя определить, к я, которое себе не принадлежит, к я, которое не я. Поэтому в том, что я оказывается не я, нет особенной трагедии. Но вот это я тождественное, а не я, оно ограничено в возможностях себя определять. И не только в возможностях себя определять, но в возможностях себя манифестировать. А есть ли вообще какое-то присутствие, которое может быть манифестировано как присутствие первого человека? Может быть, то, что он приходит как иное-иного, как вечный-иной, как вечный-чужой, и есть то, что указывает на то, что он не приходит никогда. Мы можем себя утешать тем, что что-то такое от первого человека есть в каждом из нас, и наша способность к творению соответствует вот этой ипостаси первого человека. Эта ипостась, может быть, только расширяется. Мы даже, может быть, больше становимся перволюдьми, чем были когда-то, в том числе в некие незапамятные времена, в некие времена, описываемые как давным-давно, то есть в некие времена мифологические. Да, может быть, даже в подмифологические времена мы ближе к первому человеку, мы больше его воплощаем. Но для того, чтобы это констатировать, пусть даже в форме вопроса, нужна некая возможность манифестации. А первого человека оказывается не только таким существом без «я», но и существом без манифестации. Хотя определение первого человека, его имена древние, вполне предполагают наличие у него этого «я». Это «я», которое выражает любую ктойность. Это «я», которое, более того, выражает возможность присовокупить некое «я» не только ктойности, но и к чтойности. Во всяком случае, тот же Пуруша описывается как существо во многих отношениях странное, но вполне соотносящееся с «я». Соотносящееся с «я» как с возможностью, по крайней мере, как с возможностью. Правда, это делается уже тоже на фоне противопоставления. Тоже только в рамках противопоставления. Потому что есть инстанция под названием «Прокрити». Инстанция более пассивная, более вязкая, более мутная, сопряженная с еще меньшей определенностью, с еще меньшей организованностью. Это как бы уже третий уровень иного. Если первый человек — это иное-иного, то это третий уровень. Это иное-иного-иного. Это самая подпольная часть первого человека, самая трудно высубъектовляемая в этом и без того достаточно парадоксальном субъекте. Это может быть то невосубъектовляемое в ничто, что сопротивляется самой возможности быть субъектом. Причем возможности быть субъектом не только для первого человека, но и вообще для любого субъекта. То, что сопротивляется субъективации и соответствует «Прокрити». «Прокрити» и «Прокрити» тоже некий двойник, тоже некий близнец. Другое дело, что этот близнец компенсируется еще одним близнецом. Близнецов много не бывает. Близнецов всегда больше, чем один. И отсылка к близнечности, констатация близнечности всегда работает как свидетельство, ну или во всяком случае, получив эту отсылку, нужно всегда напрячься и поискать некое свидетельство того, что есть множество близнецов, не один, а непонятно сколько, некое энное количество близнецов, некое энное близнецов, и еще одним близнецом выступает тоже пассивная инстанция, тоже инстанция еще менее организованная, еще более хаотичная, но эта инстанция уже откровенно помечается как женская. Это инстанция, выступающая женской ипостасью. Это инстанция, свидетельствующая о половом различии, о половом деморфизме. Пол выступает тоже способом обрести близнеца, способом обрести близнеца, который во всем на тебя похож и во всем на тебя не похож. В близнеце есть что-то предательски не схожее, хотя бы одна деталь, хотя бы одна черта. И вот пол как раз фиксирует эту деталь, эту черту, которая создает близнеца, выступающего близнецом, но не похожим на тебя близнецом. Близнецом, который при всех сходствах в чем-то от тебя отличается, и это отличие оказывается решающим. Если на фоне мириад сходств появляется хотя бы одно отличие, оно перевешивает все эти сходства. И пол как раз выступает и способом порождения близнечности, и способом превращения близнечности в демонстрацию вот такого предательского несходства. Близнец оказывается не таким, как ты. Близнец оказывается другим. Правда, вот эта коллизия, связанная с фигурой Вераджи, это коллизия женского близнеца, женского проявления, женской ипостаси. Эта коллизия мужская-женская компенсируется тем, что благодаря вот этой женской ипостаси первый человек получает возможность сам себя порождать. То есть эта женская ипостась фиксирует, акцентирует, выражает очень важное нечто, то самое, что тоже составляет определение первого человека. Это некую его безосновность, беспредпосылочность, это существо без истока, существо, которому ничего не предшествует. Другое определение первого человека, как раз в индийской традиции, это тот, кто сам себя порождает. И тот же самый титул имеют египетские фараоны, они сами себя порождают, их никто не может породить. Отсюда парадоксальная роль матери фараона. Нужно, чтобы мать выступала в качестве дочери или в качестве сестры. Нужно удочерить мать, или взять ее в сестры, или и то, и другое, чтобы она не мешала вот этому принципу самопорождения. И вместе с тем никакое самопорождение не обходится без некой материнской фигуры, а следовательно без некой женской фигуры. У того, кто порождает сам себя, должен быть двойник, должен быть женский двойник, который помогает ему себя порождать, этому самому тому, кто себя порождает. Он удваивается, он нуждается в двойнике, причем в двойнике, рождаемом разделением полов, рождаемом по половому принципу. Он нуждается в другом, как в другом поле, если вспоминать о названии знаменитой в свое время книги Симоны де Бавуар, другой пол. Но другой пол – это вообще возможность другого, как условие твоей близнечности. Правда, может быть совершенно другой заход к этой теме другого. может быть получить себя того же самого, можно не через привязку к симметрии, а через возгонку асимметрии. Может быть все мы друг для друга другие. Не только другие и не столько другие связаны с отношениями разных людей заведомо, разных или разных фигур, но другие мы изначально для сами себя. И, следовательно, появление отличающегося от тебя близнеца, необходимое для того, чтобы ты был самопорождающей инстанцией, безосновной, беспредпосылочной, ничем не детерминированной и не отсылающей никаким причинам. Так вот, этот близнец, он такой же другой тебе, как и ты другой сам себе. Правда, здесь тоже возникает аналогичная коллизия, как измерять вот эту друговость другого. Достаточно ли он другой? Или он недостаточно другой? Конечно, это можно опознавать и по функциональным характеристикам. Может ли он позволять тебе быть вот такой самовоспроизводящейся инстанцией? Если может, значит достаточно другой. Но тут, что называется, возможны варианты. Что-то такое может вклиниться в этот процесс, когда твое самопорождение происходит таким образом, что участвующий в нем другой становится для тебя больше, чем другим. И меньше, чем другим. И вот эти игры асимметрии, которые перетягивает на себя этот другой, на твою асимметрию он отвечает своей асимметрией, может быть еще большей. Или что то же самое меньше асимметрии, тут достаточно и меньшего, не обязательно что-то должно увеличиваться, что-то должно разрастаться. Если он отвечает меньшей асимметрии, он все равно дает ответ. И вот этот ответ, несмотря на участие этого двойника, этого другого в твоем самопорождении, в том, что ты выступаешь самопорождающей инстанцией, вот этот ответ, каким бы он ни был, как бы он ни был обозначен, он сам по себе выступает другим способом самопорождения. То есть, если ты обладаешь самопорождением, то и тот, кто участвует в твоем самопорождении в качестве твоего двойника, тоже обретает возможность самопорождения. И нет никаких гарантий, и нет указаний на то, что это самопорождение является частью твоего самопорождения. Оно в той же степени часть твоего самопорождения, в какой, и никак с ним не связано. И совершенно от него отдельно. Совершенно самостоятельно. Это все игры двойничества, с которыми мы соприкасаемся благодаря фигуре первого человека. И какой бы на фоне этих игр фигура первого человека не казалась вымышленной, выдуманной, в какой бы курьез она не превращалась на фоне этих близнецовых игр, на фоне этих несовпадающих совпадений, совпадающих несовпадений, все равно именно тогда, когда мы сталкиваемся с теми же играми, с их сложностями, с их непредсказуемостью, мы сталкиваемся с теми конфигурациями, которые и получают в субъектном выражении имя первого человека. Некое двойничество, непохожесть на самих себя, некий распад на отдельные личности, которые так или иначе в тебе уживаются или не уживаются и превращают тебя в подобие коммунальной квартиры или общежития или все той же агоры, например, а каждый должен нести себя агору, коль скоро он является современным человеком по греческому образцу. Вот это несение агоры в себе есть тоже определенный способ утвердить близнецовые игры и вместе с тем ограничить их определенными пределами, пределами самой этой агоры. внутри агоры сопричастные ей они оказываются частью определенной номенклатуры, номенклатуры сходства, номенклатуры подобий, подобное к подобному, равное к равному. Как известно, в своем определении рабства это довел до некоего торжества, до некоего триумфа и одновременно до абсурда Аристотель. С равными на равных, с неравными на неравных. С равными на равных, с неравными, без всякой оглядки на равенство. И вот близнечность, она никуда не девается, двойничество, оно никуда не исчезает. Другое дело, что способ справиться с вызовами близнечности, с этими непохожими на тебя близнецами, с этими близнецами, в которых нет ничего от тебя, и, может быть, они отличаются буквально одним отличием, но это отличие оказывается решающим, оно перебивает все другие сходства, и вот эти близнецы, которые на тебя не похожи, они отсекаются, выпадая из некой серии, выпадая из номенклатуры, выпадая из ряда подобий. Подобие всегда содержит отличия, но приемлемые для друга отличия. Правда, совокупность подобий, она такая же плоская, такая же выровненная, как и сама вот эта вот городская площадь, центрирующая собой не только город-общину, но и всю современную жизнедеятельность. То есть нужно пойти на определенное уплощение с тем, чтобы твои же собственные двойники тебя не победили, твои же собственные двойники тебя не уничтожили. Но идти на уплощение, это значит сделать плоским в себе первого человека. В каком-то смысле первого человека нужно виртуализировать, поместить в некое заэкранье, отделить некой хрупкой, но прочной гранью с тем, чтобы он за этой гранью томился. И помещение в это заэкранье связано отнюдь не только с компьютерной эрой, но оно связано с эрой зеркал. Зеркало позволяет нам ознакомиться с другим и увидеть себя как другого, но одновременно другой помещенный в зеркало, это другой, который никогда не превзойдет определенную грань, никогда не выйдет за ее пределы, никогда не выступит за рамки, которые есть у зеркала. И это тоже некая машина симметрии, некий гаджет симметрии зеркала, который потом был повторен и умножен всевозможными гаджетами, всевозможными приспособлениями, имеющими экран. Все, что имеет экран, тоже так или иначе сталкивает нас с нашим собственным двойником, но это двойник прирученный, это двойник обезопасенный, это двойник, сведенный к плоскости, лишенный некой многомерности двойник, и он всегда за вот этой хрупкой гранью, которую невозможно преодолеть. Субтитры создавал DimaTorzok